«Сделать как можно больше пользы моему Отечеству – вот единственная цель моей жизни, и к ней-то я должен направлять все свои способности», – писал Константин Дмитриевич Ушинский, прославленный педагог-демократ, писатель, автор многочисленных научных трудов и произведений для детей. В 2023 году исполняется 200 лет со дня рождения великого просветителя и педагога. Константин Дмитриевич Ушинский родился 3 марта 1823 года в Туле. Ласково приняла его жизнь. Ни строгих взысканий, ни домашних дрязг, ни нужды не испытал он в детстве. Особенно счастливо провел маленький Ушинский первые 11 лет, пока была ожива его мама. Любовь Степановна Ушинская сама руководила первоначальными его занятиями и сумела вложить в сына прочные задатки именно воспитывающего обучения, дав ему прекрасное направление в этом отношении, пробудив в нем любознательность и пытливость ума, любовь к чтению. Мать Константина Ушинского, которую он любил безмерно, умерла, когда ему было 12 лет. Эту любовь и светлую память о ней Ушинский пронес через всю свою жизнь. Отец Дмитрий Ушинский был офицером в отставке, участвовал в отечественной войне 1812 года, принадлежал классу мелкопоместных дворян. Невелико было его состояние, оно заключало сотни десятин земли и тридцати крепостных. Тем не менее, он был самым видным лицом среди Новгород-северских дворян, как по уровню образования, так и по укладу домашней жизни. Об этом можно судить уже потому, что у него была довольно хорошая домашняя библиотека, им самим составленная. В 1824 году отец Кости был назначен судьей в Полтавскую казенную палату, выездный город Новгород-Северский, Черниговской губернии. И вся семья Ушинских переезжает туда. Все детство и отрочество Ушинского прошло в небольшом имении на берегу реки Десны. Именно мама дала сыну первые уроки. И когда его отправили в Новгород-Северскую гимназию, то сразу зачислили в третий класс, где Константин был примерным учеником. Спустя много лет он будет с благодарностью вспоминать педагогический коллектив гимназии, включая директора. Ушинский говорил, что они были настоящими педагогами, увлеченные своим делом. И самое важное – беззаветно любили детей. Может быть, поэтому уровень знаний выпускников этой школы был намного выше, чем в аналогичных учебных заведениях других городков. После окончания гимназии Ушинский поступил в Московский университетный юридический факультет. В то время преподавателями этого престижного вуза были выдающиеся профессора, привившие студенту любовь к литературе, философии, праву. В 1844 году юноша блестяще окончил основной курс, но остался в магистратуре для подготовки к профессорскому званию. В круге интересов юного Ушинского, помимо философии и юриспруденции, входили и те вопросы, которые волновали представителей прогрессивных кругов русского общества того времени, в частности, пути распространения грамотности, образованности и присвещения среди простого народа, не владеющего грамотой. Учился Константин блестяще, но с детства его здоровье было очень слабым, а городская жизнь и усиленные занятия действовали на него пагубно. Ушинский успешно сдал экзамен в магистратуре, получил степень кандидата в юридических наук и в 1846 году уехал в Ярославль, где устроился на работу в Демидовский юридический лицей. Константин Дмитриевич пропагандировал прогрессивные взгляды. Это не нравилось его начальству, которое настороженно относилось к передовым настроениям молодого педагога, на которого большое влияние оказал великий современник Виссарион Григорьевич Белинский. Он оставался для Ушинского до конца жизни его самым любимым писателем. Ушинский долго боролся с таким отношением к себе, но понял, что все попытки что-либо изменить будут тщетными, и уволился с работы. Он переезжает в Петербург, где работает в Министерстве внутренних дел простым чиновником. В 1854 году Константин Ушинский устраивается на работу в Гатчинский сиротский приют преподавателем словесности и законоведения. Это закрытое среднеспециальное учреждение, которое опекала сама императрица. Здесь учились будущие чиновники министерств и департаментов. Ушинский обнаружил, что его ученики и ученицы очень плохо знают все предметы. То самое он увидел и в Смольном институте благородных девиц, куда его перевели потом и где воспитывались дочери дворян. Девочки были уверены, что булки растут на деревьях, а когда однажды им задали написать сочинение «Восход солнца», они даже не смогли объяснить, почему солнце восходит и заходит. В то время образование считалось вредным для женщин, но Ушинский считал иначе. Он понимал важную роль женщины в семье и обществе. Константин Дмитриевич никак не мог сбориться с тем, что девушек делили на простых и знатных. Он работал над тем, чтобы ко всем было одинаковое отношение. Педагог кратывал за то, чтобы девиц учили на русском языке, а еще настаивал, чтобы после выпуска они могли рассчитывать на присвоение им квалификации воспитательниц. Закруппировав в институте лучшие педагогические силы, Ушинский внес в это заведение совершенно новое начало. Константина Дмитриевича любили ученики и коллеги, и только начальство видело в нем вольнодумца. Чтобы как-то отстранить неудобного во всех смыслах педагога, было решено отправить его за границу в командировку продолжительностью пять лет. Ушинский переехал в Европу, начал изучать передовой опыт в воспитательной и образовательной работе. Он посетил Францию, Италию, Германию, Бельгию, изучая учебные заведения, женские школы, детские сады, приюты, особенно в Германии и Швейцарии, которые имели тогда своими инновациями в педагогике. Он понимал, модернизируемой стране нужны были школы, для школ, учителя и книги. Ушинский глубоко вратовался достойное обучение самих учителей. В нашей стране хуже всего было то, что дети считали учением мукой мученической и наказанием. И так во всех школах. Ушинский очень любил детей и очень им сочувствовал. Учиться им действительно было трудно. Учебники, по которым они учились, были скучные и непонятные. Ребятам, чтобы не получить плохой отметки, приходилось затверждать их наизусть. И Ушинский решил написать такой учебник, по которому детям учиться было бы легко и интересно. А когда учение не мучение, тогда ученик и занимается, и учится успешнее. Ушинский составил два таких учебника для начальной школы в 1864 году. Они назывались «Родное слово» и «Детский мир». И были совсем не похожи на прежние скучные учебники. В них было все понятно и очень интересно. Они расходились тиражами в десятки миллионов экземпляров. В первой книге имелись и методические материалы по предмету словесность, специально для учителей и родителей. Эти книги стали настоящей сокровищницей литературы в области педагогики. Их переиздавали сотни раз. Учебник «Родное слово» выдержал 147 изданий. В нем впервые использовано для школьного употребления множество произведений русско-народной литературы. Также Ушинский поместил в учебник свои статьи о деревьях, животных, которые отличались простотой, научным содержанием и образностью слога. Книга «Детский мир» сразу стала использоваться в различных учебных заведениях. Она давала большой систематический материал по естествознанию, географии, истории. Но самое главное, Ушинский знакомил ребят с понятиями справедливость, добро и трудолюбие. Постарался раскрыть вопрос, каким может быть счастливый человек. Он сочинил рассказы о том, что близко детям, что окружает их в повседневной жизни, о животных и птицах, о явлениях природы, о самих детях, об их занятиях и играх. Он рассказал ребятам про то, что хлеб, который они едят, одежда, который они носят, дом, в котором живут – все это дело рук людей. И поэтому самый нужный, самый уважаемый человек в обществе – труженик, крестьянин, ремесленник, рабочий. Главным трудом своей жизни Ушинский считал свое капитальное сочинение «Человек как предмет воспитания». Эта книга стала лучшим поводырем для любого педагога, проводником в мире науки. Необходимым условием правильного развития человека является труд. Учение есть труд, и труд серьезный. Трудолюбие – основа счастья человека. Если вы удачно выберете труд и вложите в него всю свою душу, то счастье само отыщет вас. Ушинский, как талантливый педагог, стал знаменитым по всей России. Ему даже письменно поручили изложить свое мнение по поводу воспитания наследника престола. Константин Ушинский обрел счастье не только занимаясь любимым делом, но и в личной жизни. Он женился на своей подруге детства Надежде Дорошенко, которая подарила педагогу сыновей Павла, Константина, Владимира и дочерей Веру и Надежду. Интересно то, что дочки Ушинского продолжили его дело. Они организовывали народные школы и училища, при этом зачастую тратили не только время, но и личные средства. В 1870-м на охоте погибает старший сын Павел. Это стало большим ударом для всей семьи, и Константин Ушинский решает, что им нужно уехать. Он покупает дом в Киеве и перевозит туда всю семью. После этого забирает всех сыновей и едет с ними в Крым с надеждой подлечиться. Но внезапно в дороге педагог простыл. Болезнь вызвала осложнение, и 22 декабря 1870 года Константина Дмитриевича Ушинского не стало. Местом последнего упокоения Константина Ушинского стал Киево-Выдубецкий монастырь. Константин Дмитриевич Ушинский за свою короткую жизнь 47 лет сделал очень много. Педагогика не наука, а искусство – самое обширное, сложное, самое высокое и самое необходимое из всех искусств. И как искусство же оно стремится к идеалу, вечно достигаемому и никогда вполне недостижимому, к идеалу совершенного человека. Константина Дмитриевича любили учителя, дети и их родители. Он был единственным преподавателем в дореволюционной России, сумевшим завоевать такой авторитет. Он полностью изменил отечественную педагогическую практику, основал новую науку, ранее неизвестную в России. Народные школы, только начинающиеся зарождаться в те годы, пользовались его учебниками, простыми и доступными до гениальности. Учителя работали по созданным им руководствам. На протяжении пятидесятков лет, вплоть до Октябрьской революции, несколько поколений детей выросло на книгах Ушинского. Великий педагог считал, что каждая школа и каждый учитель выполняет одну из двух функций – либо готовит счастье своей родине, либо несчастье. Вклад выдающегося педагога в развитие российской педагогики огромен. Он всю свою жизнь стремился к тому, чтобы образование мог получить любой желающий, а не только избранные слои населения. Память о великом человеке живет в нескольких десятках учебных заведений его имени, улицах российских городов и библиотеках. Ряду учебных заведений присвоено имя Константина Дмитриевича Ушинского. Учреждены стипендии его имени. За выдающиеся педагогические труды и заслуги в области воспитания и образования лучшие учителя, ученые и общественные деятели награждаются медалью Ушинского. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова